В феврале жители Нейнского округа получат квитанции об оплате новой коммунальной услуги по обращению с ТКО. Для тех, кто проживает на территории Наринмара и поселка Искателей, по сути, мало что изменится. За сборы и вывоз мусора мы платили и раньше. А вот в селе эту услугу прежде не оказывали, а, соответственно, и счета на оплату не выставлялись. С этого года платить за вывоз мусора будут все. Изменится и подход к утилизации отходов. Обо всем по порядку расскажет моя коллега Ирина Никешина. До недавнего времени твердые коммунальные отходы просто вывозились на свалку. Если раньше мусора было относительно немного, то сегодня эта ситуация вызывает серьезные опасения. Объемы формирования отходов исчисляются десятками миллиардов тонн. Только представьте себе, в России площадь свалок сегодня сопоставима с такими странами, как Бельгия и Дания. Отходы словно плесень разрастаются ускоренными темпами, загрязняя воздух, почву и водоемы. Изменить ситуацию призвана мусорная реформа, которая с 2020 года должна охватить всю страну. Ее главная цель – поменять процесс сбора и утилизации мусора и ликвидировать несанкционированные свалки. По факту, действительно, для жителей разница, когда он вышел, вынес мусор и бросил его в контейнер, в принципе, сильно не поменяется. Разница заключается только в том, что у нас технология прохода этого мусора дальше, что будет с ним, и платы за эту услугу. Теперь за всю технологическую цепочку обращения с ТКО отвечают региональные операторы. В их задачи входит сбор мусора с контейнерных площадок, его транспортировка на полигон ТБО, сортировка, утилизация вторсырья, термическое обезвреживание и захоронение так называемых хвостов на специально отведенной для этих целей территории. В Ненецком округе определены два региональных оператора. Наринмар, поселки Искацели, Красное и село Тельвиска вошли в зону ответственности комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию. На территории остальных поселений Заполярного района будет работать север-жилкомсервис. Предприятие впервые будет осуществлять функции по обращению с ТКО. Сбор мусора производится у нас где-то мобильным способом, где-то накопительным способом. Мусорные баки установлены, контейнеры и площадки. И складируются у нас на местах хранения мусора. Мусор будет складироваться в мягких контейнерах, так называемых биг-бегах. Они защитят окружающую среду от вредных и токсичных веществ, которые выделяют отходы. В течение 11 месяцев север-жилкомсервис должен будет доставить мусор на полигон ТБО в Наринмар и передать первому региональному оператору КБ и БО для дальнейшей переработки. По морю у нас идёт по навигации, по морским транспортам. Река Печора у нас производится также в навигации, будет производиться собственными судами. В летний период. И доставляться сюда в Наринмар и на КБО сдаваться. Доставка мусора морским и речным транспортом в окружную столицу высоко затратна, но выхода нет. Безусловно, можно было бы сэкономить, если бы срок хранения отходов на местах складирования продлили лет до трёх. Но пока эту инициативу от нашего региона не поддержали. Также снизить объёмы вывозимых отходов из окружных поселений позволили бы мусоросжигающие установки. Но и здесь есть одно «но». Использовать их в наших условиях экономически нецелесообразно. Сжигать на месте с учётом того, что у нас и дизельное топливо дорогое, и электродорогое. А вот эти установки, инцинераторные установки, да, сжигающие, которые бытовые отходы, они в наших условиях очень дорого выходят. То есть и бестоимость вот этого сжигания этого мусора, она дорога. Но, конечно, ещё не совсем не исключили эту тему, да. Мы ещё прорабатываем, ищем установки, те, которые будут, во-первых, работать и в наших условиях, в северных условиях, чтобы были менее затратные, и плюс, чтобы они были маломощные. С этого года услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами перешла из жилищной в коммунальную и стала платной абсолютно для всех жителей округа. Первые квитанции об оплате мы получим уже в феврале. Впрочем, переживать за это нововведение не стоит. Снизить расходы граждан на эти цели позволят льготные тарифы. В связи с необходимостью обеспечения доступности для жителей услуги коммунальные, было принято решение о установлении льготного тарифа для жителей. Он установлен для всего округа на одном уровне, 520 рублей за кубометр. И с учётом нормативов накопления отходов рассчитывается месячная плата с жителя. Алгоритм следующий – стоимость кубометра 520 мы умножаем на норматив для города 2,66 и делим на 12 месяцев. Получаем сумму месячной платы для города 115 рублей 27 копеек. Для села, где норматив в два раза ниже, 1,16 кубометр, соответственно, плата месяц 50 рублей 27 копеек. В городе, например, за сбор и вывоз мусора мы платили и раньше. Впрочем, стоимость услуги рассчитывалась пропорционально площади жилого помещения собственника или нанимателя, независимо от того, сколько человек фактически проживает в квартире и проживает ли вообще. По Наринмару, допустим, в жилищной услуге стоимость вывоза с метра довольно сильно варьируется от 3 до 15 рублей. Есть примерно более 18 рублей с метра квадратного. Это значит, что, допустим, одинокопроживающий человек в 60 метрах на Ленина с ценой 9 рублей в договоре управления с метра платил 540 рублей. Соответственно, да, это привычно, когда мы платили с метра квадратного, но, согласитесь, что все-таки генерирует не метр, а человек. По словам начальника управления по госрегулированию цен тарифов НАО Сергея Андреянова, переход услуги по сбору и вывозу мусора из жилищной в коммунальную дает ряд преимуществ. В частности, теперь власти региона смогут не только регулировать тарифы регионального оператора на оказание услуги и ограничивать ежегодный рост платы граждан в соответствии с установленным правительством Российской Федерации индексом, но и распространять на нее действия мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Речь идет о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Еще одно преимущество заключается в том, что теперь можно сделать перерасчет услуги, например, если вся семья уехала в отпуск или старший ребенок поступил на очное обучение в другой город.